Смотри, какая колбаса полетела. Ну-ка, давай. Погружение в дружескую атмосферу прошло весело. У каждого участника был отличительный знак, выполненный в цветах радуги, где каждый оттенок – это отдельная болезнь. Встреча друзей, когда дети разных диагнозов встречаются и общаются. Потому что у нас сегодня Международный день синдрома Дауна. 26 марта у нас Всемирный день детей с эпилепсией. Его еще называют фиолетовый день во всем мире. И 2 апреля – это Международный день распространения информации об аутизме. И родилась такая идея, то есть эмблема у нас уже была. То есть вот пошить цветные галстуки детям, чтобы как бы это отличительный знак наших ребятишек будет. Потому что каждому какому-то, ну, каждой нозологии соответствует какой-то цвет радуги. Вот такие шарики не зря вы видите. Наших ребятишек сегодня везде узнают на всех зонах тоже под цветным галстучком. Идея родилась – это одно, да. А эту идею воплотить в жизнь – это совсем другое. То есть как бы задача есть, да, цель поставлена. Есть идея, но нужны ресурсы. Организовать большой праздник для особенных детей родители мечтали давно. Но только в этом году планам удалось сбыться. Очень хорошо, когда такие есть мероприятия для таких детей. Наши дети очень особенные. Общество очень трудно воспринимает. А мы хотим быть, чтобы наши дети социально адаптированы были. У Оксаны двое особенных детей. Дочь Диана и сын Дениса. Она всегда с ними рядом. И если надо, пойдет и на батутах прыгать, и на скалодром полезет. Главное, говорит, чтобы дети улыбались. А радость этим ребятишкам приносит любое, даже самое маленькое достижение. Вот, например, 11-летний Кирилл Сидей, впервые прошедший сложную полосу препятствий, был в полном восторге от своего успеха. Мне не страшно было вообще. Страшно, интересно? Интересно, да. Что тебе сегодня больше не понравилось? Мне нравится лазить. Ну, чуть-чуть страшно было, но не совсем. В этот праздничный день ребята также надували мыльные пузыри, купались в море шаров, рисовали на керамике и просто общались. Весь день с особыми детками провели волонтеры и студенты АМГУ, которые обучаются по специальности психология. Как отметила Юлия, различий между обычными ребятами и детками с особенностями нет. С ними даже в какой-то мере интереснее проводить время и чему-то их учить. Единственное, что им нужно немножко больше внимания, немножко больше и чаще повторить инструкцию, задание какое-то объяснить. А интересуются всем они так же, и они так же эмоционально на всё реагируют. Мне очень нравится. Они встретятся ещё не раз. 26 марта будет отмечаться День людей, страдающих эпилепсией 2-го. Апреля – Международный день распространения информации об аутизме. В эти даты организаторы не будут говорить о проблемах, а также устроят праздники для детей и их родителей. Ростислав Азизов, Максим Шейкин, Первообластной.